Я хотел бы уделить пару минут этой схеме. Если вы посмотрите на движение последователей Иисуса первые 600 лет, эта линия символизирует церковь. Пятый год до нашей эры. 590 год нашей эры. Вверху здесь государство. Когда вы посмотрите на зарождение христианства, вот большое римское государство. И христианство представляет маленькую субкультуру, которая находится в большом государстве. Когда мы подходим к 4 веку, то мы увидим, что это движение выросло. И кажется, что оно растет больше и больше. В начале мы видим, что христианство — это маленькая субкультура в большом государстве. И не просто субкультура, но презренная субкультура. И я хочу объяснить, почему государство не любило церковь. светские люди с подозрительностью относились к христианам. христиане учили святости, чтобы люди праведно поступали с другими людьми. В языческих религиях такого не было. Язычники не стремились к праведности. Язычники не стремились к праведности. У кого-то могла быть жена. Миссис на стороне. Или даже мистер. Без проблем. Вы знаете, в США Майкл Джексон проходит судебное разбирательство за такие дела с маленькими мальчиками. Вы слышали об этом? В языческом мире это не представляет никаких проблем. И если там был какой-то мужчина, имевший отношения с мальчиками, то это не представляло каких-то проблем. У мужчины была законная жена, которая бы родила ему законных детей. И еще пару женщин на стороне. Мальчики. Без проблем. Если женщина забеременела, а он не хочет ребенка, может ли он позволить аборт? Без проблем. Что, если он хотел девочку, и родился ребенок, и это не девочка, а мальчик? Если мужчина не хотел ребенка, должен ли он был оставить ребенка? Нет. Если они не хотели ребенка, они могли отнести его за оселение, оставить его на поле, поэтому его могли бы убить дикие животные. Была ли какая-то проблема в этом? Без проблем. Если вы посмотрите на образ мышления язычников, который очень отличался от образа мышления церкви, потому что в церкви была Библия. У них был стандарт поведения. И люди с подозрительностью относились к религиозным людям. Они думали, слишком уж они примерные. Еще одна причина, по которой они с подозрительностью смотрели на них, потому что они говорили, что движение первых христиан – это движение рабов. Если вы посмотрите на римское общество, давайте представим, что здесь находится один миллион человек. На вершине были аристократы, здесь были богатые, затем крестьяне, бедняки. В наши дни существует низший, средний и высший класс людей. Вот здесь, на верхушке, очень богатые, их всего несколько. Затем бедные люди. И это бедные граждане. А еще ниже – рабы. Однажды, в проекте римского сената был законопроект, в котором выдвигалось требование к рабам носить определенный идентификационный знак рабов. Но они решили не вводить его в действие, потому что они не хотели, чтобы рабы увидели, как их на самом деле много. Если вы были рабом, то у вас не было никаких прав. И в соответствии с законом, вы – животное. Если римская госпожа подзывала мальчика-раба, иди сюда, мог ли он сказать «нет». Они использовали, эксплуатировали людей. Они не относились друг к другу праведно. Подумайте о Колизее. Слышали об играх гладиаторов? 30 тысяч человек приходили на спортивное событие. И развлечения ради они наблюдали, как рабы убивали друг друга. Любое общество, поступающее таким образом, – моральный банкрот. Евреи видели в римском обществе интеллектуально несостоятельное общество. У них не было никаких ценностей. Римляне смотрели на первых христиан как членов движения рабов, потому что они были простыми христианами, и они не хотели их признавать. Еще одна проблема, о которой я упомянул ранее. Когда они отождествляли христиан с евреями, тогда верующие могли быть законозащищены. Но если их не считали евреями, то римляне воспринимали христиан как секретное сообщество рабов, которые не были верны империи. И у них был другой император по имени Иисус. Они поклонялись распятому еврею. Иисус был повстанцем, революционером. И эти рабы поклонялись мертвому рабу. И они называли мертвого раба Господом. И они поклоняются тому времени, когда мертвый раб возвратится на землю и установит свое царство и избавится от настоящего царства. Это очень беспокоило римлян. Они не любили христиан. Христиане были рабами. Христиане думают, что они лучше нас. Христиане не посещали игры. Они не ходили на поле сражения. Они не посещали гимназии. Они не ходили в театр. Римляне, как и греки, очень поклонялись театрам. Римляне поклонялись языческим богам в театре. И христиане не шли бы туда. Христиане воспринимали как антисоциальных и неверных государству. По этим и другим причинам христиане стали объектом презрения и насмешек. Например, император Нерон преследовал церковь в Риме. В процессе он казнил Петра и Павла. Когда вы читаете книгу Откровения, написанной апостолом Иоанном, который был изгнан во времена правления римского императора Доминициана, приблизительно около 125 года нашей эры, мы находим римские документы, свидетельствующие о тюремном заключении христиан. И также записи о судах над верующими. Какие вопросы поднимались во время суда? Они верили, что христиане были каннибалами, потому что христиане принимали участие в Евхаристии. И они говорили о том, что едят плоть и пьют кровь какого-то мертвого еврея. Они думали, что христиане принимали участие в варварском обряде. Христиан обвиняли в кровосмешании. Они говорили, что христиане тайно встречались, выключали свет, так, что в помещении была кромешная тьма. И затем они предавались оргиям. Парень спал со своей сестрой, со своей матерью, отец с дочерью. И они говорили, посмотрите на христианскую литературу. Там только и говорится о том, чтобы любить друг друга. Любить друг друга. Они говорят, что едят плоть и пьют кровь. И римляне критиковали все суеверные обряды, которые исполняли христиане. Члены этого тайного общества называли какого-то мертвого еврея императором. И ожидали, когда он придет снова, чтобы спасти их. И свергнуть власть Рима. И установить царство праведности под правлением этого мертвого еврея. Поэтому римляне с подозрительностью относились к этим первым христианам. Проходили суды. И государство досаждало христианам. Было десять крупнейших гонений против церкви. Во втором веке и до четвертого века и со временем гонения усиливались. Иногда это было просто местное волнение. Например, в Новом Завете Павел идет в город, в котором проходили беспорядки и мятежи, после чего все снова утихомирились. Никто не издавал законы против движения. Это просто были местные волнения. Но затем государство начинает издавать законы против движения. и гонения усиливались. Но гонения только делали верующих сильнее. Христианский писатель второго века сказал, что кровь мучеников — это семя церкви, потому что это делало веру еще сильнее. И когда государство не преследовало христиан, то у христиан появилась тенденция преследовать друг друга. Христиане спорили насчет доктрин. Вот что происходит. Христианские лидеры встречаются в тюрьме. Они там одиноки. Одному вырезают глаз из-за его веры, а другому — руку. Они одиноки, потому что они страдают из-за своей общей веры. Когда они выходят из тюрьмы, они забывают, что же у них общего. И эти люди начинают бороться друг с другом из-за своих развлечений. Некоторые из этих лидеров могут очень быстро послать друг друга в ад. Этот идет в ад, этот от дьявола, этот неправ. Они борются, борются и борются. Кстати, именно в это время император Константин решает стать христианином. А он говорит, «Я стану христианином, и моя империя станет христианской». «Но я не хочу такое христианство, которое я вижу сейчас». Люди, вы постоянно деретесь друг с другом. Вы ни с чем не можете согласиться. Что я сделаю? Соберу всех епископов вместе, кроме еврейских епископов. И мы все встретимся в Никее. И мы выведем доктрину. Мы решим, во что церковь верит и во что церковь не верит. В системе верований будет находиться ортодоксия, а за пределами еретичества. Слово ортодоксия происходит от греческого слова «ортос», что означает «правильный». Твоя жена будет донтистом или ортодонтистом? Например, есть донтист и ортодонтист. Слово «орто» означает «прямой», «правильный». «Выровнять кривые зубы». «Ортос» означает «прямой». «Доксос» означает «хвалить». Поэтому «ортодокс» означает «правильная хвала». Епископы собираются и решают, какой будет ортодоксия. Они хотят определиться в отношении тех, кто находится снаружи. Что заставило Константина стать христианином? Почему император заинтересовался этой религией? Почему в конце II века государство преследует церковь? Почему государство преследует и затем император принимает христианство? Существуют различные причины. Я хочу указать на несколько. В принципе, это начальный момент, потому что потом церковь превратится в нееврейскую. Поэтому этому стоит уделить внимание. Когда мы проанализируем ранних христиан, мы уже знаем, почему римляне их не любили. Что их привлекало в христианах? Для римлян высших эшелонов, для римской элиты. Хочу вам объяснить это. В Риме проходили игры гладиаторов. Приводят этих рабов. Они находятся на арене. Выводят диких животных. Львы смотрят на рабов. Рабы смотрят на львов и начинают убегать. Львы бегут за рабами и прыгают на них. Рабы кричат и убегают. Цепляются за последний волосок жизни. Затем они бросают христиан на арену. Выходят львы. Христиане смотрят на львов. Львы смотрят на христиан. И каждый смотрит на христиан и на львов. И христиане говорят, Господь, прости им, ибо они ведают, что творят. Молятся о них, благословляют их. Открой их ум и сердце, потому что они не понимают нас. И затем они садятся и спокойно встречают смерть. Там присутствует 30 тысяч человек, которые наблюдают за происходящим. И они смотрят на этих людей. И они говорят, Как они могут быть такими спокойными при встрече со смертью? Они такие приятные люди. О, и эта симпатичная 15-летняя девочка. Лев прыгнул на нее и убил ее. О, она была такой приятной. Почему она такая? Почему эти люди так себя ведут? Вот как раз это их не смешило. И так происходило несколько раз. И затем вы спрашиваете, Почему эти люди такие? За всем этим должно что-то стоять. Знаете, Джона Уэсли, основателя методистского движения, он был очень поражен тем, как христиане могут встретить смерть. И их отношение к смерти заставило его задуматься о том, что у них было что-то. У них что-то есть. Вы богатая римская семья. Вы хотели бы дать образование своим детям. Поэтому вы собираете некоторых образованных рабов, которые бы учили ваших детей. Христиане были образованы? Да, они были образованы. Они встречались и изучали литературу. Они читали документы под названием Новый Завет. Они были больше образованы, чем обычные люди. Например, вы аристократ, и вы ищете домашнего учителя для своих детей. Поэтому вы хотите купить рабов. Вы беседуете с рабами, которые станут вашими учителями. И, например, у вас на собеседовании одна девушка. Она очень приятна в общении. Очень интересна. У нее прекрасный характер. Похоже, что она честная девушка. Вы видите, что она христианка. Они не знают, что она христианка. Они просто знают, что в ней есть что-то, что хорошо повлияет на их детей. И вот эта девушка находится с детьми. Женщина-аристократка больше узнает эту девушку-рабыню. И этих богатых аристократов воспитывают христиане. И эта госпожа обращается в христианство благодаря ее общению с девочкой-рабой. Что происходит? Евангелие проникает в высшие эшелоны власти римского общества. И это приводит к напряженности. Официальные власти начинают гонения против верующих. Но кто-то говорит, подождите, мой учитель христианин. Она просто замечательная девушка. Он прекрасный человек. И я знаю его родителей. В конце концов, христианство привлекает внимание граждан империи. Еще один факт. Римская империя преследует церковь. Но церковь продолжает расти и становится еще сильнее. Эти люди начинают понимать, что у христиан есть что-то, чего нет у нас. Когда Константин приходит к власти, он приходит к власти, когда его империя была раздроблена. Константин хочет восстановить империю. И он думает, что христианство сможет внести какой-то вклад. У христиан есть сила. Христиане выносливы. И когда Константин борется за то, чтобы стать императором, происходит одна решающая битва. Константин не мог спать перед битвой. Войско противника превосходило его численностью. Константин боится, что потерпит поражение. И он не находит покоя. Затем он видит видение креста. И он услышал слова «В этом символе иди вперед и завоевывай». Его люди нарисовали крест на своих щитах. Он ведет их на битву. И снова значительная случайность. Они побеждают в решающей битве. Константин приписывает христианству свое обладание империей. Он верит, что эта религиозная система подкрепляет власть. Она изменяет сердца людей. Поэтому он сам хотел найти способ, как можно было бы ее использовать. Поэтому под влиянием Константина происходит радикальная перемена. Во второй половине II века государство преследует христианство. В первом десятилетии нового столетия император становится христианином. И он издает законы, которые сделают христианство религией империи. Он хочет, чтобы все язычники стали под начало этой новой религии. И по собственной инициативе он издает законы для христиан. Его сын Константин II продолжает эти христианские реформы. Следующий император — Юлиан. Юлиан не хотел, чтобы христианство существовало. Он пытается искоренить его. Он хочет, чтобы в Риме была языческая культура. Если Константин и другие хотели искоренить язычество, то Юлиан хочет избавиться от христианства. Он погиб рано, в одной из битв. Следующий император — Феодосий I Великий. Приблизительно в 400 году. Он издает закон и делает христианство официальной религией империи. Кстати, хочу вас спросить, у вас есть Марти Гро? Вы слышали о Марти Гро? Кто знает? Хорошо, только ты. Я поговорю с тобой позже. Я хотел бы объяснить одну из традиций, относящуюся к христианству и язычеству. Ладно. Хочу сказать, что под влиянием Константина и его приемников с заметным исключением Юлиана Отступника. Церковь империи достигла величия в период между 313 и 590 года нашей эры. Все больше и больше культура христианизировалась. По мере политического ослабевания империи и вторжения варваров извне, церковь развила методы достижения язычников и их обращения. Но получилось все с точностью до наоборот. Я хотел бы проиллюстрировать это. Вот римская культура и римские войска, которые охраняли государство. Но затем Рим подвергается атаке. Атаке варваров. Которые отвоевывают части империи. Территорию здесь и там. Империя распадается. Церковь в империи по мере того, как империя теряла политическую власть. Церковь искала пути, как принять этих варваров в члены церкви. Они хотели их обратить, но кончили тем, что сами были обращены язычниками. Например, если вы посмотрите на язычников, которые поклонялись своим героям, знайте, что у греков был Зевс и Геркулес. Знаете, там были боги и супербоги, полубоги. И теперь они создали новую религию. Теперь был Иисус и святые, которым можно поклоняться. Язычники поклонялись богине плодородия. И теперь мы знаем, как можно поклоняться Марии. И языческая богиня плодородия теперь может иметь какое-то христианское выражение. Христианская церковь хотела найти различные способы поклонения Иисусу, способы, приемлемые для язычников. Даже христианские праздники следовали этой модели. 25 декабря язычники праздновали день рождения Солнца. Это был языческий праздник. Церковь говорит, ну, Иисус – свет мира. Давайте придумаем способ, как можно отмечать его день рождения. И мы будем праздновать в связи с этим праздником. Звучит хорошо. Рождение Солнца, Иисус – свет мира, звезда над Вифлеемом, над Яслями. Церковь пыталась приспособить язычество. Помочь язычникам понять Иисуса понятным для них способами. Так же, как и мы пытаемся понимать Иисуса в еврейском контексте, чтобы евреи откликнулись на наше послание. А там они говорили, давайте найдем способ, как отметить день рождения Иисуса поязычески, чтобы больше язычников были счастливы в церкви. Они делали это по-разному. Развили различные доктрины. И, конечно, церковь забыла еврейские корни веры. С течением времени Иерусалимская церковь потеряла свою важность. Нееврейская церковь росла. И когда она пришла к власти в IV веке, было очень важно для верующих увидеть в себе новых евреев. Новый Израиль. У евреев был первосвященник. У нас будет папа. У евреев был храм в Иерусалиме. У нас будет собор Святого Иерусалима. Иерусалима Петра в Риме. У евреев были священники. У нас также будут священники. Евреи использовали кипу. Наши священники также будут носить кипу. Когда вы посмотрите на католицизм, то вы увидите новую систему, которая говорит, «Мы — новые евреи». Мы победили иудаизм. Все обетования, данные евреям в Ветхом Завете. Обетования, как Царство придет на землю. И как в один день земля наполнится под знанием Господа, как воды покрывают море. Они верили, что все эти обетования исполнились Святой Римской Церкви. Евреи были отделены от благости Бога. И теперь Бог избрал Латинскую Церковь. Католическая Церковь — это народ Божий на земле. Давайте очень быстро глянем на Скинию. Вы уже изучали устройство Скинии? Если вы посмотрите на Скинию еврея в Ветхом Завете, там был этот внешний двор. Священники имели право находиться внутри. А обычные люди могли находиться только снаружи. Какой-то грешник несчастлив. Он пойдет в храм и приведет с собой овцу, которую принесут в жертву. израилетяне не могли войти внутрь храма. Но он мог подойти к дверям храма. И что он видел вблизи дверей храма? Алтарь жертвоприношений, за которым находилась Скиния, в которой жил Бог. Слышали ли вы такое? Если вы посмотрите на то, как католики строят церкви, если вы пойдете в католическую церковь, то что вы увидите? Алтарь. Место для проповеди будет в стороне. Понимаете, о чем я говорю? Здесь будет находиться ограда, а за ней священники. люди подходят к ограде, и священник преподаст им причастие. Но люди не могли подойти ближе. Если вы посмотрите на Скинию и католическую церковь, люди приходят и садятся на скамейках, и они видят алтарь. И мужчина, которого зовут священник, основной момент службы, когда священник берет хлеб и чашу и поднимает ее к небу, молится, и это вино и хлеб превращаются в тело и кровь Христа. Он совершает жертвоприношение. И затем подходят люди и принимают жертву. Люди подходят к перилам, ограде. Они принимают жертву, которую священник совершил у алтаря. Видите ли вы, что эта система отражает храмовую систему? Теологически они говорят, вот настоящий иудаизм Бога. Кстати, мебель за алтарем названа скинией. Если вы посмотрите на дизайн церкви, они длинные и узкие. Там стоят скамейки. Видели ли вы это раньше? Дизайн похож на крест. И в центре креста находится новая скиния. Это христианское применение еврейской теологии. Церковь сказала, дело Бога наше дело. «Евреи остались снаружи, мы новый израильский народ». Интересно, что по мере того, как церковь набирала силу, она не хотела присутствия никакой еврейской традиции. О, Боже, это может инфицировать церковь. Но все это языческое влияние проложило путь еврейским традициям. И появились практики, которые не имеют никакого отношения к новозаветнему христианству. Христианство Нового Завета отличается от институализированного христианства. Со временем движение, которое было однажды движением возрождения в иудаизме, станет нееврейским и даже антиеврейским. Движение превратится в институт и забудет о своих еврейских корнях. Будет воспринимать себя как новых евреев, новый Израиль. оно будет больше и больше приобретать язычников. И в результате этого мессианская вера Израиля стремительно приобретет характеристики языческой культуры. И в процессе она потеряет свою первую одежду. И если вы посмотрите на христианство в первом веке, после того, как Константин стал императором, а затем все богатые и знаменитые последуют его примеру, и религия будет состоять из очень богатых и влиятельных людей. Это стало большой проблемой для католиков Центральной и Южной Америки и породило то, что называется теологией освобождения. Католическая церковь пришла на эти территории. Они были конкистадорами. Когда приплыли конкистадоры, на каждом корабле также были священники. и когда конкистадоры сходили с кораблей, у конкистадоров из Португалии и Испании было оружие, были пушки. у примитивных местных племен не было необходимого оружия, чтобы соревноваться с ними. Поэтому конкистадоры опустошили местное население в Южной Америке, в Центральной Америке. они основывали церкви везде, куда бы ни шли. Католическая церковь начала думать. И это были священники в Южной и Центральной Америке. Некоторые молодые священники думали, наша религия для могущественных. Но не говорил ли Иисус, что блаженны нищие? Они говорили, что наша религия предназначена для сильных мира сего. Но не говорил ли Иисус, блаженны вы, когда вас преследуют? И они думали, может церкви следует позаботиться и о бедных? Может церковь должна подумать и об угнетенных людях, а не только представлять собой институты власти? Это современная реакция 19-го столетия, когда христианство стало могущественным, в 4-м столетии произошла реакция. Некоторые люди говорили, христианство мученики. А ранее в церкви были мученики. Знаете, в христианских церквях под алтарем причастия хранили останки мертвых святых, которые были убиты. христианство воспринимали как религию мучеников, потому что многие были убиты. И раньше они праздновали смерть мучеников. Например, был один мученик, который умер 9-го марта. верующие собирались утром 9-го марта, молились и проводили мессу. Кто-то другой был убит 11-го марта. Они повторяли то же самое. Они делали то же самое 1-го, 5-го, 9-го апреля. И дошло до того, что люди каждый день ходили в церковь, чтобы отметить смерть святых. Это было неприемлемо, потому что люди жаловались. Поэтому церковь создала праздник. Слышали ли вы о празднике всех святых? Это день празднования всех мучеников и оставьте людей в покое. настал кризис. Настал кризис, потому что церковь мучеников стала самой могущественной церковью. Некоторые люди посчитали это неприемлемым, и они считали, что важно для служителей приобрести всю эту власть и влияние. Потому они начали создавать стандарты для служителей. последующее влияние внутри церкви способствовало более простой версии христианства, которому было дано название монашества, и в котором предъявлялись некоторые требования. В мире, в котором уже не было государственных гонений против церкви, те, кто хотел служить церкви, должен был гнать сам себя. Слово «монах» означает «стоять в одиночку». Вы смотрите на монаха, на священника в церкви, и говорите «это жемчужина, но он не такой, как я. Он не женится, у него нет детей, ему нельзя иметь половых отношений, он не зарабатывает деньги, не приобретает имущество, он живет, но какая-то его часть мертва, он живет в обществе, но все же эта жизнь проходит в какой-то тюрьме, потому что он узник церкви, он не узник государства, он живет, чтобы служить церкви, у него нет собственной жизни, кого бросали в тюрьму, он и не мертв, и не жив, их жизнь в тюрьме ужасна. Каково было мышление? Мы будем требовать, чтобы духовенство жило таким образом. вот каким образом зародилось монашество. До этого были некоторые индивидуумы, которые были монахами, но никогда это не было требованием для служения. И по мере того, как церковь перенимала языческие традиции. Кстати, в Риме были некоторые религии, которые требовали кастрации. Поэтому в некотором смысле римское духовенство было в некотором смысле мертвым. чему также способствовала церковь, утерявшая связь со своими еврейскими корнями. Вы знаете, что все, что вам нужно, это посмотреть в Библию. Бог сотворил Адама и Хаву, Адама и Еву. И говорит, плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. Вы просто должны почитать Библию, где сказано «нехорошо быть одному». Лично мне не нужна Библия, чтобы узнать это. Я узнал это еще до того, как прочитал Библию. Но истина состоит в том, что с течением времени мы видели, что христианство началось как движение возрождения внутри иудаизма. И когда проходит время и христианство реагирует на определенные обстоятельства, то в результате христианство как движение станет нееврейским и в конце концов антиеврейским. поэтому христианство так развивается в древнем периоде. И к 590 году нашей эры будет править очень могущественный христианский лидер Григорий Первый очень хороший человек очень известный человек. он собирается организовать церковь, когда церкви будет принадлежать все больше и больше социальной власти. Поэтому, когда вы посмотрите на средние века, что мы сделаем завтра, мы увидим, что в древнем периоде государство было против церкви. в средние века государство управляет церковью. И мы рассмотрим природу взаимоотношений христианской власти и гражданского правительства. Но это будет завтра. справа. Нет, не ни 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 Продолжение следует...